Здравствуйте на телеканале Десна ТВ Новости в студии Алекс Соловьев. Главные темы сегодня. В Десногорске подача отопления прошла согласно графику. В течение лета ведлись работы по подготовке к сильной зимней нагрузке. То есть система отопления промывалась. Детский сад Чебурашка оснащен новым оборудованием для особенных детей. Субсидии были направлены на создание архитектурной доступности и на оснащение ее специальным оборудованием. В Десногорске в полную силу начался отопительный сезон. Процедура пуска тепла в жилой фонд традиционно заняла несколько дней и успела завершиться к первому ощутимому похолоданию. Бригады МУП ККП включили отопление в 96 домах Десногорска. На это у них ушло 5 дней с 12 по 16 октября. При этом старт отопительного сезона – это финал продолжительных работ, которые начинаются задолго до холодов. В течение лета виделись работы по подготовке к сильной зимней нагрузке. То есть система отопления промывалась, подвигалась гидравлическими испытаниями, проверки на плотность и плотность трубопроводов. При этом фактическое включение оборудования не всегда означает мгновенную подачу тепла. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные наладочные работы. В случае нехватки или проблем, которые будут возникать при выключении системы отопления, это может быть и разукликтование, допустим, оборудование, или течь батарей, или может быть какие-то освещения на трубопроводах внутренних уже непосредственно квартирах. Необходимо срочно обращаться в АДС, это диспетчерскую службу. Телефон 72224. Отопление обычно подается при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла. В этом же году батареи стали теплыми раньше срока. Например, 12 октября среднесуточная температура в Десногорске была около 14 градусов тепла. Решение о включении отопления на Смоленщине принял глава области Алексей Островский из-за сложной эпидемиологической ситуации. В подготовках в школе особенных детей задача воспитателей детского сада «Чебурашка». В учреждении уже более 10 лет работает группа компенсирующей направленности, где созданы условия, необходимые для преодоления особенностей развития ребенка, которые не позволяют ему активно осваивать окружающий мир. В нашей группе работают специалисты – учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, а также инструктор по физическому воспитанию. Основная наша задача – повышение уровня психического развития каждого ребенка. В этом коллективу детского сада помогла субсидия по программе «Доступная среда». Благодаря этому удалось создать безбарьерное пространство для особенных детей. Была скорректирована архитектура помещений и оснащение их специальным оборудованием. В рамках этой программы были установлены пандус с антискользящим покрытием и двухсторонними поручнями, крылечная площадка. Для более удобного перемещения детьми-инвалидами по группе был расширен холл, который также покрыт антискользящим материалом. Изменения были проведены по 10 направлениям, сделав среду детского сада дружелюбнее для воспитанников. Кроме того, было приобретено специальное реабилитационное оборудование для реализации адаптированных образовательных программ. «Доступная среда» действует по всей России с 2011 года, а указом президента России продлена до 2025 года. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин